Субтитры делал DimaTorzok Оставим эти слова на совести Екатерины Михайловны, но мне кажется, что главной целью общественной организации, которую она представляет, должны быть не карательные функции в тесной связке с правоохранительными органами, а просветительская и профилактическая деятельность, направленная на гуманизацию российского сегмента интернета. Но мы сегодня не об этом. Екатерина Мизулина не смогла удержаться и высказала свое мнение по национальному вопросу. Поставим слово «свое» в кавычки, потом поймете почему. И вот что она сказала. Президент Владимир Владимирович Путин, когда он говорил о том плоде разных национальностей, а у нас громадная межнациональная страна, где много народностей живет, где много конфессий. Мы думали, что с точки зрения восприятия, с точки зрения понимания термин русский, он уже более широкий, чем какая-то одна конкретная национальность. Он уже включает всех нас с вами вместе взятых. И с точки зрения восприятия иностранцев, западных государств, мы, конечно, с вами не туинцы, не татары, не дагестанцы, не ирбуши, не мезвины. Мы все с вами русские люди. И в этом плане я и воспринимаю это понятие. Итак, если мы правильно поняли Мизулину, русский это уже не представитель определенной национальности, а более широкое понятие, которое включает в себя все национальности современной России. Возникает вопрос, значит теперь будут русский татарин, русский чеченец, русский якут, русский чувашин и так далее. А как будут определять свою национальность исконно русские люди? Непонятно. Что-то вроде русский-русский что ли? И вот на какую тенденцию я хочу обратить ваше внимание. Впервые широко поднял эту тему депутат Госдумы кумык по национальности Султан Хамзаев. Он предложил принять закон о русском народе. Как считает Хамзаев, наций в России много, народ один. Мы используем фразу «многонациональный народ Российской Федерации», я бы говорил «русский народ Российской Федерации», категорично заявил Хамзаев. Далее эту тему подхватил заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, который заявил, что не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы нам называться россиянами. Он сказал «и безусловно наши братья, аварцы, чеченцы, татары, башкиры все русские, потому что они в России живут». Ну согласитесь, железный логик. Дальше подключилась и вовсе тяжелая артиллерия. Уважаемый мною великий режиссер Никита Михалков в своей программе «Без огон» заявил, точно так же, как и лакец, и мордвин, и чеченец, и дагестанец, и любой человек, любой национальности, в нашей стране он может и должен считать себя русским. Не по вероисповеданию и по крови, а по ощущению, что это твоя земля. Если вы заметили, и Хамзаев, и Толстой, и Михалков, и Мизулина говорят примерно одно и то же. Говорят словно по одной методичке, составленной в неком идеологическом обкоме в одной из башен. Нам планомерно пытаются навязать, другого слова я здесь не найду, новую идентичность. Уйти от понятия «мы все россияне» и заменить его на идентичность «мы все русские». Естественно, наше мнение, мнение национальных республик, никто не спрашивает. Я одного не могу понять, зачем все эти уважаемые общественные деятели раскачивают в наше непростое время национальную лодку. Россиянин, российский народ – это уже сложившееся обозначение граждан Российской Федерации, многонационального государства, где все нации равны. Внимательно прочитайте Конституцию России, в конце концов. Еще раз повторю, свою позицию предельно четко выразил президент России Владимир Путин в своем известном выступлении. Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Ивана Демавия. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджи Магомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать. Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Сказано здорово, объединяющее. И я считаю, это единственно верный подход в нашем государстве. Он подчеркивает равноправие и взаимоуважение всех народов России. Также и Мизулина, приехав в Казань, в знак уважения должна была сказать. А вы знаете, я чувствую себя здесь татаркой. Так многое нас объединяет. А приехав в Чечню, сказать, я чувствую себя чеченкой. Мы боремся плечом к плечу против общего врага. Приехав в Якутию, сказать, я чувствую себя якутянкой, так много у нас общего. И я перед лицом общей опасности чувствую себя русским, татарином, якутом, мордвином, евреем, башкиром, чеченцем. И это основа нашего объединяющего мировоззрения. То есть национальный вопрос в России, это дорога не с односторонним, а многосторонним движением. Где нужно соблюдать веками сложившиеся правила сосуществования на одной земле разных национальностей и конфессий. И только так мы сможем победить.